Корпус Аполликлиники номер 2 центральной медсанчасти построен в 1962 году. За это время кабинеты и палаты отжили своё, а техническая часть устарела. Капитальный ремонт начался в 2017-м. На работу оснащения мебелью и оборудования в 2021-2022 году выделили 40 миллионов рублей. Весной этого года обновлённое здание открыло свои двери для жителей Засвияжского района. Абсолютно всё поменяли. В том числе и стены, оконные рамы, санузлы, новые кровати поставили. То есть всё новое завели. Лавочки, освещение полностью. Замена всех инженерных сетей. Водопровод заменили, вентиляцию, новые электрооборудования. На первом этаже в ближайшее время установят новое оборудование. Момограф, рентгеновский аппарат. На втором остался дневной стационар на 70 коек. На третьем расположились кабинеты участковых врачей, терапевтов и узких специалистов. На базе второй поликлиники стационар работает с 1991 года. Здесь проходит лечение пациента лёгкой и средней степени тяжести. Мы добивались-добивались ремонта. И вот наконец-то это свершилось. Постковидный период больных очень много. Со стыними, с комплексом всех заболеваний, с обострениями хронических. Но я думаю, что мы сможем оказать им помощь. Потому что здесь у меня работает терапевт-пульмонолог, терапевт-кардиолог, невролог, терапевт-гастроэнтеролог. В дневном стационаре появился инструктор ЛФК, заработал кабинет озонотерапии. В будущем здесь планируют оказывать комплексное лечение пациентов. На втором этаже поликлиники также расположен центр амбулаторной онкологической помощи. Мы занимаемся приемом первичных пациентов. Также занимаемся химиотерапией, таргетной терапией, иммунотерапией и гормонотерапией проводим. Ведем первичный прием пациентов, осмотр, обследование, выписка льготных препаратов. Народу очень много пациентов. Много, план колоссальный на данный год. Ну, мы справимся. Рады переменам не только работники, но и пациенты. В настоящее время в одном из крупнейших медучреждений поликлиники номер 20 КМСЧ обслуживается более 70 тысяч человек. В протяжении 10 лет я периодически, ежегодно прихожу на дневной стационар. Сейчас вот после ремонта, когда я пришла сюда, конечно, отличие большое. Поменяли, сделали очень хороший ремонт, светло, поменяли окна, мебель. Ну, вообще, вид очень даже хороший стал. На этом комплексная модернизация поликлиники не остановится. В 2023 году капитальный ремонт планируют на втором, третьем и четвертом этажах корпуса Б. Алина Тихонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.